Важным моментом является каким образом вы будете при установке модуля создавать таблицу уровень сущностей в базе данных, а при удалении модуля их удалять. Конечно же, мы можем просто написать запрос в кель на добавление таблиц, необходимых для уровень при установке модуля, и сделать другой запрос при удалении. Но это неверное решение. У вас появится сразу несколько мест, где будет описана структура уровень сущности. Это класс описания сущностей и ваши запросы, в которых вы пропишите название базы данных, список полей и т.д. Но есть другой подход. Мы используем методы URM, а также методы Bittrex Framework, для работы с базами данных на низком уровне, в том числе методы DDL. В инсталляторе модуля есть специальный метод InstallDB, в котором производятся все операции с базами данных при установке модуля. Первым делом подключаем модуль, так как мы будем использовать класс описания нашей URM-сущности. В классе BittrexMainEntityBase есть специальный метод CreateDBTable, который по описанию URM-сущности создает таблицу в базе данных. Этот метод динамический, поэтому мы с помощью статического метода GetInstant класса Base получаем объект, от которого и вызываем CreateDBTable. В метод GetInstant параметром передаем полное имя класса, описывающий нужную нам URM-сущность. Но CreateDBTable не проверяет, существует ли таблица в базе данных. Если таблица будет уже в базе, а у нас ведь есть возможность удаления модуля без удаления данных в базе данных, то произойдет ошибка. Поэтому нам нужно с помощью метода IsTableExist проверить, существует ли такая база данных, и только если этот метод вернен в False выполнить CreateDBTable. IsTableExist вызывается от объекта текущего соединения. Получить мы этот объект сможем с помощью метода GetConnection класса Application. Если в GetConnection не передан параметр, то используется подключение по умолчанию. Или мы можем передать имя нужного подключения к базе данных. Это необходимо, когда у нас URM-сущность размещается в другой базе данных, нежели база по умолчанию. И у нас в описании URM-сущности определен метод GetConnectionName. В любом случае, мы от класса нашу URM-сущность вызываем метод GetConnectionName, который вернет нам имя подключения. Неважно, определили мы его или нет. Если мы не определили, то вернется имя подключения по умолчанию. IsTableExist принимает параметр, это имя проверяемой таблицы. Также IsTableExist является методом DataDefinitionLanguage, или сокращенно DDL. Подробнее, что это такое, вы можете прочитать в документации по базам данных. В Bitrix Framework реализуем свой набор методов DDL. Но обратите внимание, каким образом мы передаем имя таблицы. Если мы его просто укажем, то это будет два разных участка кода об одном и том же. То есть имя таблицы указывается в классе URM-сущности в методе GetTableName. А также тут. Это неправильно. Класс BitrixMainEntityBase имеет метод GetDBTableName, который нам также вернет имя таблицы URM-сущности. Это динамический класс. И мы его вызовем от объекта, полученного от метода BaseGetInstance аналогично методу CreateDBTable. Ну а удаление URM-сущности производится в UninstallDB. Аналогично подключаем модуль. Класс BitrixMainEntityBase, который мы используем при установке модуля, на данный момент не имеет метода, который бы удалял URM-сущность. Это простой запрос DropTableIfExist. Но имя таблицы мы также не будем явно указывать, а возьмем нам уже знакомый метод GetDBTableName. Таким образом, если нам понадобится изменить имя таблицы в базе данных до хранения URM-сущности, то мы это сможем сделать в одном месте в описании URM-сущности. Поэтому в данном случае мы должны будем выполнить скейт-запрос, который сами же напишем с помощью метода QueryExecute. Данный метод служит для выполнения скейт-запросов, в которых нам не важно, что вернется в результате. Вызываем метод от объекта, нужного нам подключения. Мы также в GetConnection передаем имя подключения нашего URM-сущности. Идем, устанавливаем наш модуль. Смотрим, у нас появилась таблица, имеющая структуру как раз под нашу URM-сущность. Удаляем модуль и сняв галочку сохранения данных. Таблица также пропала. Все работает как нужно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...